Да, Соединённые Штаты не разрабатывают якобы наступательного оружия. Во всяком случае, общественности об этом неизвестно. Хотя, наверняка, разрабатывают. Но мы даже сейчас спрашивать об этом не будем. Мы знаем, что разработки идут. Но мы сейчас сделаем вид, что мы об этом не знаем. Не разрабатывают. Но что мы знаем? Это то, что в Соединённых Штатах активно разрабатывается и уже внедряется в систему противоракетной обороны. Да, сегодня она неэффективна. И мы точно не знаем, будет ли она вообще когда-нибудь эффективна. Но теоретически она ведь для этого и создаётся. Значит, опять же, гипотетически мы исходим из того, что когда-то наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил будет полностью нейтрализована. Сегодняшних ядерных сил России. А если это так, то это означает, что баланс будет абсолютно нарушен. И что у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности. А значит, это развязывает ей руки не только в локальных, а возможно уже и в глобальных конфликтах. Мы же с вами сейчас дискутируем. Я не хочу никого подозревать в какой-то агрессивности. Но система отношений, это так же как математика, она не имеет личного измерения. И мы должны, конечно, на это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную противоракетную систему, систему противоракетной обороны. Либо, имея в виду наши возможности сегодняшние, экономические, финансовые, ответить асимметрично. Чтобы все поняли, что да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, потому что у нас есть такое оружие, которое легко преодолевает. Вот мы по этому пути и пойдем. Это дешевле для нас. Но это никак не направлено против самих Соединенных Штатов. Я полностью согласен с... Если вы говорите, что система ПРО не направлена против нас, то и наше новое оружие не направлено против вас. Пока наши СУ наносят удары по ИГИЛ, ежедневно уничтожая от 8 до 12 объектов боевиков, российские конструкторы завершают работу над самой последней разработкой в области отечественной авиации. Это планирующий беспилотник Глайдер Ю-71. Этот гиперзвуковой самолет, по задумке конструкторов, сможет нести на своем борту ядерное оружие и маневрировать на скорости свыше 11 тысяч километров в час. При этом двигаться новейший летательный аппарат будет поломанной траекторией, которую невозможно вычислить, а значит сбить противоракетой. По словам конструкторов, российский Глайдер создавался в обстановке строжайшей секретности в рамках другого проекта под кодом 4202. А это проект ракетной программы стратегического назначения. В нем российский аппарат служит головной частью перспективной тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат», которая сейчас создается. Он уже летит не по баллистической траектории, он совершает определенные маневры и, соответственно, естественно, маневрирует уже, находясь в верхних слоях атмосферы, находясь на высотах несколько десятков километров. Но это в любом случае выше 40, но где-то до 80. Это вот идет уровень вот этого дела, где этот аппарат может маневрировать. И, соответственно, при этом траектория его абсолютно меняется и самым непредсказуемым образом. Естественно, определить уже, куда летит этот объект, уже невозможно физически. Поэтому его заисключаются самые ценные качества. Ожидается, что ракета «Сармат» поступит на вооружение российской армии в начале следующего десятилетия и заменит знаменитую РС-20 «Воевода», которую американцы прозвали «Сатана». Новая ракета сможет нести 4 с лишним тонны ядерного боезаряда на дальность в 10 тысяч километров. Это значит, что она сможет ударить фактически в любую точку США. А если в качестве носителя этой ядерной боеголовки будет использован разрабатываемый сейчас глайдер Ю-71, он увеличит вероятность поражения цели в разы. Ведь никакая система ПРО, по словам экспертов, не способна не только вычислить траекторию ядерного носителя глайдера, но и достичь скорости этого летательного аппарата. И такое почти что фантастическое оружие, по словам военных экспертов, очень скоро может поступить на вооружение российской армии. Ведь Россия уже несколько раз успешно испытала Ю-71. Последний пуск состоялся с полигона «Домбаровский» под Оренбургом. По словам военных аналитиков, именно на этот полигон вскоре поступят 24 таких летательных аппарата с ядерными боеголовками на борту. Угрозы нет, а система ПРО продолжает строиться. Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают, с нами неискренне ссылаясь на якобы имеющуюся иранскую ядерную угрозу при строительстве системы ПРО. Ну, так оно и есть, на самом деле. В очередной раз пытались нас надуть. Сейчас построили эту систему. Сейчас ставят там ракеты. Так? Но вам должно быть известно, что ракеты эти закладываются в капсулу, которая используется для пусков ракет средней дальности «Томагавк» морского базирования. Туда закладывают сейчас антиракеты, способные поражать цели на расстоянии 500 километров. Но мы знаем, технологии развиваются. Мы примерно знаем, в каком году примерно американцы получат новую ракету, которая будет уже не 500 километров, а 1000, а потом больше. И с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем. Это вам только вешают лапшу на уши, как у нас говорят. А вы, в свою очередь, вешаете своему населению. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чём проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучать.